здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале обо всем понемногу или немного обо всем меня зовут наталья и в этом видео я хочу вам показать как можно сделать подвес в автомобиль на моем канале есть уже одно такое видео если кому интересно пройдите в плейлист сатуары подвесы вы там увидите но то видео было не очень объемным потому что я сама училась делать подвесы методом проб и ошибок сейчас я это знаю как делать поэтому решила снять видео повторно и показать вам ну что мне для этого нужно было конечно марка автомобиля я опять буду делать volkswagen но на этот раз у меня volkswagen белого цвета соответственно подвес будет в белых оттенках салон автомобиля черный поэтому в подвесе будет присутствовать как и белый цвет так и черный и хозяйка попросила меня сделать еще красный цвет добавить мне надо чтоб все таки подвес гармонично смотрелся в автомобиле учитывая все пожелания и расцветка в автомобиле я выбрала те оттенки в которых буду работать это будут темно-серые черные белые и красный оттенок и так эмблема у меня есть взяла из интернета как и сказала подвес у меня будет круглый перевела на бумагу дальше перевела на те материалы на которых я буду ушивать первый материал у меня подвес будет двухсторонний то есть меня вышивка будет и с этой стороны подвеса и с этой стороны первый материал это искусственная это замша но она достаточно тонкая поэтому я ее проклеила проклеила на дублерин сразу же уплотнила перевела эмблему и вот эту часть подвеса я буду вышивать на пяльцах потому что достаточно все таки замша тонкая на пяльце натянула москитную сетку я про нее уже говорила потом прикреплю сюда эту часть подвеса и буду вышивать вторую часть подвеса я буду вышивать на белом фетре без пяльца потому что фетр достаточно хороший и так про эту часть им сказала что я ее перевела с помощью копировальной бумаги научилась я аккуратно переводить все у меня получилось эту часть я просто сделала окружность также ввела окруженность на фетре и дополнительно начертила ось это для удобства вышивки оси я начертила маркером для ткани этот маркер смывается берется зубная ушная палочка мочится водичкой и все здесь убирается замечательно все убирается еще раз рекомендую пользоваться теми маркерами оси для удобства вышивки и так рисунок я уже в принципе приблизительно вот на этой стороне своего подвеса девочки выбрала я буду вышивать вот такими стразами красного цвета рисунок у меня будет располагаться примерно так для этого я и сделала себе оси чтобы у меня все было красиво и удобно бисером полностью я забивать не буду я буду оставлять белый цвет арфетр фетра и белый цвет замши чтобы у меня был виден все таки автомобиль белого цвета вот это точно у меня будет основной рисунок на одной из частей дальше что я буду делать по контуру по внешнему я буду пришивать стразовую цепочку внешний контур и внутренний контур у меня будет красная стразовая цепочка с красными кристаллами поддержку того цветка который у меня будет середине вышит все это у меня будет это я пока точно знаю и пока буду делать вторая половинка у меня эмблема внешний круг то есть внешняя окружность вот этой половинки тоже будет вышита вот этой стразовой цепочкой поджимчик чтобы они гармонично смотрелись у меня две половинки потому что их потом буду сшивать вторая стразовая цепочка у меня тоже будет пришита по кругу вот такого темного цвета вот так вот у меня будет пришита и соответственно конечно сам шаблон у меня будет обшит жесткой конетелю серебристый что еще хочу сказать по пришиву стразовой цепочки девочки первый внешний контур цепочка которая у меня под жемчуг она будет пришита плотно к друг другу замыкающие кольцо вторая стразовая цепочка в этом случае вот это графитовая с белыми стразами в этом случае красный серебристая с красными стразами она у меня пришита двумя отрезками первый отрезок вот эта половинка второй отрезок вот эта половинка то есть она у меня не будет смыкаться у меня здесь будет расстояние и здесь будет расстояние соответственно и на этой половинке тоже у меня здесь будет расстояние и здесь будет расстояние для чего это расстояние чтобы мне сделать и соединительные колечки к одному соединительному колечкой я буду крепить шнур на котором будет держаться подвес ко второму соединительному колечку я буду девочки крепить его кисточку где-то у меня здесь была кисточка белая не брала а вот у меня здесь будет подвеса кисть то есть креп для крепления кисти для крепления шнура вышивать я буду красными нитями для бисера мононитью и также белой нитью для бисера стразовую цепочку прежде чем вышивать ее сначала приклеим как пришивать стразовую цепочку и обшивать контур к нителю я оставлю ссылку на мастер-класса можете пройти посмотреть здесь ваше время тратить не буду потому что время достаточно ценно что я еще буду использовать это я пока думаю что я буду использовать вот эти капельки под жемчуг вышивки вот этого цветочка в поддержку стразовой цепочки и вот этой большой бусинки возможно буду еще использовать жемчужины и так как я буду вышивать сама букву вот тут я пока еще не решила но в голове есть идея вышивать ее бисером черного и красного цвета все девчонки и так я сейчас пришиваю стразовые цепочки в канитель и возможно вот эти большие крупные кристаллы это я все буду делать за кадром потому что в принципе здесь секретов особых нет и когда сделаю вернусь к вам посмотрите работа у продолжается контуры двух своих деталей подвесы я уже обшила первую деталь я контур обшила сначала посмотрите канителью это первый контур серебристой канителью второй контур идет полностью обшит стразовой цепочкой под жемчуг и третий контур у меня обшит стразовой цепочкой с прозрачными стразами в темной цапе двумя отрезками здесь у меня пространство и здесь у меня пространство здесь у меня пустоты для соединительных колечек я вам говорила вторая моя деталь также контур у меня обшит сначала жесткой канителью потом идет стразовая цепочка под жемчуг и следующее у меня идет стразовая цепочка с красными стразами в светлой цапе тоже пришита двумя отрезками тоже имеют просто пустоты для соединительных колечках девочку вот эти стразовые цепочки у меня совершенно одинаковые это чтобы все-таки брошу подвес у меня смотрелся гармонично дальше я начинаю пришивать вот эти красные стразы крупные среднюю сразу я уже пришила эту я тоже пришила сначала девочки приклеиваю потом пришиваем чтобы все-таки была какая-то симметрия я пользуюсь вот этими осями которые начертила заранее то есть эти оси у меня для удобства чтобы еще раз повторяю страз смотрели симметрично и так сейчас я занимаюсь вот этими крупными стразами то есть вот этот рисунок я полностью переношу на фетр я каждую сразу приклеиваю потом пришиваю и возвращаюсь к вам и все-таки я решила что я сначала вышью вот эту половинку подвеса а потом уже девочки вернусь к этому половинку подвеса сейчас вот в эти промежуточки между страз я буду пришивать бусинки в форме капелек акриловый поджим но до этого я уже пришила маленькие бусинки черного цвета двухмиллиметрового в эти места вот забыла показать девчонки я обшила и небольшую стразину теперь я пришиваю акриловые бусинки то есть у меня каждая получается акриловая бусинка под капельку стоит над бусинкой маленькой двухмиллиметровой черной с капельками под жемчуг я закончила и сейчас возьму черную моно нить и буду пришивать вот такие бусинки черного цвета два миллиметра вокруг каждой стразины красного цвета тоже форме капелька вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...